Друзья, с вами студия RUHUB, у микрофона Texas и Force, и у нас начинается матч в рамках Elements Cup 2 сезона. У нас нижняя сетка, Team Empire и Power Rangers. Никита, ты здесь? Я вот слышал сейчас звуки клавиатуры всей видимости, пока голоса не слышно. Ладно, в общем, по поводу формата, у нас формат Best of 1 и... Да, вот раз, слышал. Какие-то проблемы у нас с микрофоном, не знаю. Как так, прорвался чуть-чуть, но не прорвался. Нет, с микрофоном у меня все в порядке, просто почему-то динамики поменяли устройство. Всем привет, привет, Ярослав. Да, привет. Так. Да, по поводу формата я как раз таки озвучивал. Получается такая система, что... Это как бы второй раунд лозеров, и у нас во втором раунде играют всего три команды. И получается, как бы каждая команда играет с каждой, но вот в отличие от группового этапа, решили не ставить там рейтинги, а решили просто сделать, ну, если будет равный счет 1-1-1, вернее 1-1 у всех команд, то играют еще один круг, и то есть так вот до посинения пока не найдут победителя. Да, забавная, забавная система, нечто похожее в Wild Card, да, там раньше было, когда... Ну, я помню, на четвертом интернешнале такая возникла ситуация в Wild Card, когда три команды друг с другом играли, там пока не определится победителя, то есть если каждая команда друг друга обыгрывала, то нужно было еще один круг играть и так далее, и так далее. Но там все решилось в первом круге, вот если вы помните. Ну, в общем, нечто похожее, уже мы наблюдали. Ну что ж, Team Empire против Power Rangers, команда Empire, тег, в общем-то, достаточно известный, и ребята, которые под ним играют, тоже очень-очень известные, но я за игрой команды Empire буду наблюдать сейчас впервые. Очень любопытно посмотреть, насколько они друг к другу привыкли, но я вижу здесь четыре игрока, которые... Ну, ладно, не четыре, три игрока, которые очень много играют в матчмейкинге. Это Гостика, Лоха, Дэнс и Мипошка, они не раз друг с другом и друг против друга играли, я в этом уверен. Сергей Брагин, он же Год, и Король Ренат, он же Кингер, ну, не очень часто в матчмейкинге встречаются, но тоже иногда, конечно же, поигрывают. Ну, в общем, я говорю все это к тому, что ребята наверняка друг с другом знакомы, просто сейчас должны друг к другу притереться, выработать какие-то общие стратегии, какие-то должны установиться у них взгляды на доту, как им следует играть, и уже впоследствии перейти ко второму шагу, то есть реализации этих стратегий и улучшению своего микроконтроля, как в командного, скажем так, в целом. Ну, а про Power Rangers, в общем-то, добавить-то нечего. GeForga, Дэм, Бигнум, Афа-Нинджа, Чеширский Кот играли уже на Elements Cup, кажется, мы с тобой их комментировали даже, если мне не изменяет память. И, в общем-то, показывать тебя в период межсезонья не с самой плохой стороны, что тоже не может не радовать. Ну да, играли как раз они против поляков, а потом против про доты. Вот поляков выиграли 2-0, они про доты програли 2-1. Ну, в принципе, там была борьба весьма неплохая. Ну, кстати, как оказались имперцы у нас на турнире, да и в лузерах, они получили прямой инвайт на турнир. Но в первом же матче они 2-0 проиграли против Elements Pro команды. И там они играли, ну, с тем составом, который огласили изначально, но он был как бы еще такой тестовый, то есть еще не регались они на сайте, где на мейджор. Я так понимаю, там не было года, не было Аллости, точно, да? То есть вот Сергей и Илья, они вот буквально недавно присоединились к тегу и сейчас вот выступают вместе с Кингером Гостиком и Мипошкой. Ну, там неразбериха была очень серьезная за счет того, что решафл начался после Интернешнл. Такие крупные коллективы, как Vega, там Virtus.pro начали там делить между собой игроков. Ну, вот у Empire осталось то, что осталось, скажем так. Но это не значит, что у них плохие игроки, нет, наоборот. У них как раз-таки игроки очень даже неплохие. Ну что, давай, наверное, ближе к драфту тогда, раз уж мы так команды обсудили с тобой. У Power Rangers, Skyverse Mage, Betrider, Oracle. У команды Empire мы видим Дазла и Сент-Кинга. Ну, Сент-Кинга, конечно, нам прям на первый пик пикать немножечко опасно, потому что когда ты берешь Сент-Кинга, ты уже даешь своему оппоненту понять, что он идет, скорее всего, на хардлейн и будет стараться очень сильно мешать кэрри, который там в теории может оказаться. И для Power Rangers, для J4 не должно возникнуть проблемы пикнуть правильного героя, который бы стоял вместе со SkyMag и Oracle против этого Сент-Кинга. Ну, да там даже можно любого героя взять, потому что SkyMag и Oracle это очень сильные саппорты. Они способны сделать так, чтобы любой кэрри на лейне против Сент-Кинга фармил. Разве что, если они куда-то пойдут там помогать или там роумить или спасать кого-то, тогда ты уже останешься один на один с этим Скорпионом, и вот тут-то тебе может быть очень не сладко. Поэтому подумать все-таки нужно как следует. Имперцы забирают нагу. Как ты думаешь, это какая-то Core Naga или все-таки это саппорт? Ну, как ты тоже хотел спросить сейчас. Ну, я подозреваю, что это саппорт, потому что Core Naga, с чего бы это? Осталось десять. Оегисов было своровано, сколько Рошанов было, ну как, нельзя, наверное, сказать, что своровано, да, сколько Рошанов добила не та команда, которая зашла на Рошпит. И все это в основном происходило там в подавляющем числе случаев благодаря тому, что есть в команде Naga Sirena. Она нажимает ульту, когда ты на Рошана заходишь, да, там практически его добиваешь, потом ты спокойненько там расправляешься, там забираешь Аегис, добиваешь Рошана и все такое. И потом можешь убежать, можешь там драться в зависимости от ситуации, насколько у тебя все хорошо или насколько хорошо у твоего оппонента. Вот, ну и еще много разных прикольных случаев можно придумать с Нагой, которые действительно так с другими персонажами обычно не сделаешь. Ну да. Ну что у нас, последний бан, это бан инвокера. Кстати, все, 5 секунд тоже у нас осталось у Team Empire, бонус тайма, так что времени, в принципе, немного, ну и скоро мы уже увидим полные распики команд. Ну вот пока я даже не знаю, кто смотрит, по-твоему, сильнее. Ну, я так предполагаю, какой-то антимаг может был бы не самым приятным выбором для команды. Ну, чтобы Power Rangers его забрали, потому что тяжеловато будет с ним. Ну, все-таки решили Алхимика забанить. Посмотрим насчет антимага. Стандартных кэрри осталось не так много. Есть Луна, есть АМ, действительно. Кто там у нас еще кто-то вообще присутствует? Ну, на остальных как-то даже не хочется смотреть. Ну, посмотрим, что там G4 выберет. Имперцам нужно, я так понимаю, взять героя для года, поскольку Razor был пикнут для Алохи, чтобы он стоял против Акса. Как-то комфортно себя чувствовал. Нет, все-таки это Core Naga получается. Ну, да. Что-то похоже на Core Naga. Уж слишком. Я как-то не припомню, года на Naga. Да, помнить-то особо не надо. Naga в действительности герой не такой, что прям... Не, ну, все же. Не надо на нем много играть. Я думаю, Сережа прекрасно понимает, что нужно делать на этом персонаже. В миде этот герой совершенно несложный, если против тебя неприспособленный для этого персонаж стоит. То есть ты просто там при получении третьего, четвертого левела вызываешь иллюзии, отправляешь куда-то там, ну вот, Луна, да, там, Антимаг, Луна, там, что-то подобное можно было выбрать. Из стандартных кэрри-пэры решили, что Луна здесь будет как-то поинтереснее. Все-таки надо Naga побыстрее задавить, раз уж это какая-то core Naga, да, надо, наверное, как-то быстро вышки поломать, постараться побольше экшена добавлять в игру за счет того, что есть Axe и Batrider. Это уже можно делать, а если ты прикрепляешь к своему, скажем так, набору героев еще одного персонажа, который способен драться на ранних стадиях, то ты получаешь очень такой сильный, агрессивный билд, способный пушить, и в лейте не слабый. Поэтому Луна, наверное, здесь действительно было бы идеальным вариантом. А что там у нас люди дисконнектуются, или это... А, это ты. Это ты там что-то реконнектнулся, да, я понял. Там у меня какая-то стандартная ситуация, что... Кто-то опять поломался. Ну да, она у меня сломалась еще там после китайских лик, всех их DPL-ов. Меня сломал окончательно, и даже вот в Европе у меня дисконнектят почему-то. Так, ребята, пока что разбираю своих героев. Действительно, Aloha Dance будет играть на Razer, потому что отправлять Нагу Сирену на кэрри, когда там Макс есть, это просто расписаться в смертном приговоре своем собственном на эту игру. Это же БО-1, да, то есть шанса на ошибку нету. Ну как бы да, но еще зависит от того, что... Как другие сыграли. 1-1 может быть еще от у трех команд, и то есть еще один круг катать. То есть как бы по идее первый матч можно и проиграть, но потом нужно заточить и потом верить в то, что команда, которую вы проиграли, она тоже... Ну, следующий матч проиграет. Ну, такое, знаешь, тоже не очень. То есть нужно... Это такое своеобразное БО-3 только между тремя командами, да? То есть тебе нужно выиграть две карты, но нужно на двух картах обыграть разные коллективы. То есть в данном случае ПР-ом нужно обыграть Империю, и если они хотят выйти дальше, то кто там у нас еще остался сейчас, я посмотрю, там нам писали. EPG или нет? Стоп, погоди, погоди. ПР-эмпайр, EPG-эмпайр, и еще Империал и ProDota. Так, что-то какая-то... А, это получается сколько у нас? Раз, два? Что-то сложное, да. По-моему, ты что-то все-таки перепутал. Нет, там три команды катает. Это точно. Сейчас я открою документ. Там просто сеточка на Ликвидпедии, это неправильно работает. Ну, там нет такой сетки. Вот такой вот формат. У нас Империя, Power Rangers и... А у нас ProGaming. Да, еще есть Империал и ProDota. Вот я вижу. Но Империал это сверху, они... А, все, я понял, понял, понял. Да, простите, пожалуйста. Это я не прав. Я не прав. Ну что, ребята у нас активно начинают играть, делают телепорты на вышки, ставят варды. Чего, кстати говоря, ПР не делают, я имею в виду. Имперцы делают телепорты, ставят варды, а вот в ПР как-то неохотно этим занимают. А, они забрались какую-то смоук-атаку устраивать. Ну да, у них пик, в общем-то, на первом левеле посерьезней, нежели чем у Импайра. У Империи тут пара совершенно бесполезных персонажей присутствует. Ну да, короче, сейчас посмотрим эту вылазку, будет ли она успешной. Ну а после уже огласим, кто на ком играет. Не, на самом деле, вроде бы, может что-то получиться. Еще и вард поставили. Вот такой вот у нас Пауэрэнджерс. Ну они собрались все-таки триплой на топе стоять, судя по всему, раз они туда вард поставили. Хотя, может быть, нет. Это выгодно. Это выгодно, потому что на сейфлейне Акс там с Энд Кингом по идее должен нормально простоять. Так, ребята, задоджили смоуганг. Прекрасно осознали Импайр, что может такое произойти. И смещается ближе к бот-руне. Ну да, по всей видимости, ничего у нас здесь не будет больше. Никакой баталии. Ну, кто у нас, в принципе, давайте посмотрим, кто на ком играет. У нас Пауэрэнджерс играют за Радиант, Джей Фо у нас на Оракли, Годем на Скаймаге, Бикном на Луне, Афо-Нинджа у нас играет на Бэтрайдере и Чеширский Кот на Аксе. У команды Импайр Год на Наги Сирене, Кингер на Дизрапторе, Гостик на Сент Кинге, Алоха Дэнс на Рейзере и Мипошка на Дазли. Уже борется с Кайверс Мейджем, но это, конечно, не по шансам, потому что сюда еще и Оракл подошел. Это может быть даже Ферзблат. И, как бы, ну, уже нет выбора. Нужно, скорее всего, прожимать. Хотя ты сидел в Ёлку, он так вот пытался, пытался сыграть красиво, но не получилось. Ну, честно говоря, я не совсем понимаю, как бы эта Ёлка ему помогла, там, как-то измежно уйти, чтобы он тычку якобы какую-то не дал. Ему, если он не хотел отдавать этот Ферзблат, то ему нужно было просто бежать дальше, впитать последний удар и прежде чем прилетел Голубь, который летит очень долго, вжать Фласку, тогда бы он выжил. Но это спорный момент, потому что, ну, ты бы не отдал Ферзблат, но на толку ты весь реген потратил, саппорты тебя, как следует, подмяли. Ну, отдал ты Ферзблат, в общем-то. Это, на самом деле, не так уж и страшно, конкретно в данной ситуации. Сол, немножко очень больно, находит спину на Скай и просто казнила Луна. Ну, и что-то здесь сделал, неясно. Подставился. Ну, еще не ожидал, в принципе, вылета Гадема, вот так вот, с этой стороны, подветренной, так сказать. Да, обрати внимание, кстати, Empire сразу же поменяли свои линии, моментально отправили Рейзера на бот и Сент-Кинга на топ, пока еще не поздно, пока они не проиграли оба лейна. Ну, кстати, мы с тобой еще не ответили, у нас сегодня же Аллаха Дэнс именинник, и, ну, я думаю, в день рождения хотелось бы катку выиграть, так что я думаю, он будет потеть еще в большей мере. Да, это был бы отличный подарок от его новой команды на день рождения. Ну, да. Серега в миде играет без Пурман Шилда, что немножечко не характерно для Наги Сирены, но я так понимаю, это он сделал для того, что, ну, от Бэтрайдера на самом деле Пурман Шилд не сильно помогает. Его основной урон это урон, который он наносит за счет стики Напалма, то есть он стакает первый скилл, атакует тебя, поджигает, ты в итоге горишь. Пурман Шилд от этого не спасает, вот, поэтому лучше сэкономить вот эту приличную сумму денег и побыстрее купить боттл со стики Напалма. Ну, когда поймали, разве этого неплохо и пошел по зафилд и минус Чеширский Кот. Неплохо сыграно. Ну, да, хотя бы какие-то фраги, в общем-то, ребята стараются делать. Кс-таме, пошку снова разминали. Он все еще первого левела Экспы получит на 0 за две с половиной минуты и вот он идет на базу, хила совсем не осталось, есть только два Кларитоса и, в принципе, Арн Брэйч. Ну, там Гадемп откопали, Джойстик здесь, ну и Гостик погибает. Пытался, пытался размять Кайем, но не получилось. Еще один фраг на этой линии, как-то не получается. Стоять добрый против триплы. В такой ситуации как раз-таки вот прокачанный по Изон Тачу не очень хорошо смотрится, потому что ты можешь... Так, что там на боте никого не убивают в миде, там опасная ситуация. Если у тебя хил, допустим, прокачан на первом левеле, то ты можешь стоять сзади своего Кор-героя и просто, ну, килить его хотя бы как-то спасать ситуацию. Там, нападают на Бигнума, но вот сейчас, может быть, за счет по Изон Тача продамажат, но первый по Изон Тач не настолько сильно замедляет. Тем более, Луна-герой очень быстрый, особенно с Тапком. Его догнать слишком сложно. Ну, а 380 МСа у нее не по шансам не удогнать. Кстати, там Чешетский Кот решил мстить за свою смерть. Ее тоже немножко агрессирует. Неплохо так размял Кингера на самом-то деле. У него раскачка 0-1-2 пока. Сейчас еще у нас Игорь Дэм решил помочь Максу. Решил, что на топе и так свою задачу он уже сделал. И так все хорошо. Ну, посмотрим. Если бы там у них сейчас, конечно, станет стоять не так безопасно, как это было ранее. Да, это нужно воспользоваться таким моментом, потому что Луна без саппортов героя очень слабая. То есть, если ее никто не охраняет, на нее достаточно просто напасть и убить. Там, двумя-тремя героями. Это не антимаг, знаешь, как... Если ты его из Тана не выпускаешь, то он от тебя упрыгивает. Или там Сларк с Дарк Пактом спаунсом Луна героя очень уязвимый. Луну нужно саппортить, но в таком случае она выносит много артефактов, если она становится крайне опасным персонажем. Кстати, у Империи какой-то ребрендинг? Что у них за новый логотип на флаге и на базе? У Империи. У Империи новый логотип, поэтому логотип уже года как пол. А! Такой? Нет. Это там в виду сражения, КДМ развивают. Весьма неплохо, но, конечно, жить будет, а год погибает. А по-нижему просто сжигая здесь, но Кенгера не убить. Слишком мало хп. Пытожди, но есть верифайр, так что точно не погибает. Жить будет. По крайней мере, Варт нашел Кенгер. Нет, этот логотип я вижу впервые. Я тоже. На базе там тоже как бы висит и на флаге он отображается. И я вот в Твиттере видел, как-то вот так мельком его. Ну, я про него вспомнил, но я не знаю. Это какой-то спонсор или что это? Или новый какой-то логотип просто команды. Ну ладно. Интересно. Интересно, что же они там делают в новом сезоне. Вот именно с такой с этой части маркетинга, что ли. Ладно, поглядим. На год расскажет, немножко сагрессировать Афа Нинджа. Пришел с телепортом, в принципе, ботал у него полный. Ну и чуть-чуть отогнал. Ну да, думаю, расскажут. Или в принципе, можно не писать про это уже, просто я не прочитал все информации этой. Ой, я в последнее время прям 24 на 7 сижу в социальных сетях, ничего, что-то по этому поводу не заметил. Ну аж действительно писали, может мы с тобой пропустили этот момент. Управляется Кингер во вражеский лес, находит там Чеширского кота, чтобы как-то замедлить его фарм. Надо сказать, левел-то у Чеширского кота очень хороший. Самого фарма, конечно, у него не так много, на 6-ой минуте уже можно было бы какие-нибудь транквил тапки вынести, если бы его никто не отвлекал от получения золота. Но 5-ый, там практически 6-ой уровень на 6-ой минуте, это очень достойный результат, но в принципе достойный результат для такого лейна против Рейзора и Дизраптора, конечно же. Да, такая хаотичная немножечко игра получается, сложно пока понять, что здесь будет происходить в ближайшее время, но в теории должны ребята ИСПР как можно скорее на топе вышку поломать, ну или может даже не поломать, а получить там луной 6-ой, 7-ой левел и возможно уже потом следует свапнуться, потому что если ты вышку поломаешь, то стоять дальше на этой линии своему кэрри ну просто нельзя. То есть ему нужно просто уходить, иначе он будет фармить где-то в области там в этой, где-то вот тут вот, и тут его будут слишком просто убивать, и надо будет ему смещаться, а Аксу можно просто в лесу идти как вариант. Обычно так происходит, когда на хардлейн кто-то идет, когда у тебя стандартная расстановка линий, то есть там трипла на сейфлейне, какой-то там хардлейнер стандартный, там Бестмастер или Кентавр, Тайткантер, и если вдруг получается такая ситуация, что этот хардлейнер ну раньше всех поломал вышку, то обычно он смещается куда-то, то есть он начинает напрягать вражескую команду уже в другом месте, не на хардлейне, а там допустим в мид он может выйти там помочь своими скиллами. Это очень опасный момент, потому что как вот, знаешь, как сейчас говорят, проще всего игру выиграть с позиции кэрри, да, то есть когда ты например ласт пиком берешь какого-то хорошего кэрри, который там против вражеского мида хорош, там против вражеского сейфлейна хорош, ну допустим там шторм и морфлинг у оппонента, ты берешь антимага, ты уже как бы одним выстрелом двух зайцев убиваешь, потому что антимаг неплох на самом-то деле против морфлинга, и ты за счет этого можешь выиграть игру, но если так подумать, то за счет грамотного хардлейнера тоже можно выиграть игру, потому что он убивает вражеские шансы победить, когда он сильно напрягает вражеского кэрри, не дает ему качаться, а твой при этом фармит много, то можно даже проиграв вот именно в пике кэрри обыграть соперника достаточно просто, поэтому хорошим хардлейнером тоже сейчас быть очень выгодно, что-то задерживается у нас J4, ну вот просто две минуты, пока ждем, ну вот, конечно, вообще-то не ясно, наверное, я не знаю, может позвонили, кто знает, может быть какие-то технические проблемы возникли у кого-то из Power Rangers, ну, в принципе, что он сейчас по такому игровому моменту может произойти, но вот на то пытается сместиться у нас по всей видимости Sky, там он баунтируем, не забирает, так что оставляет ее для Бэтрайдера, который бот уже почти потратил, ну и, как я вижу, там немножко подспрятался у нас Мипошка, у которого третий левел, и Грейвом пока не качал, в принципе, решили Shadow Wave 2 взять себе. Да, Грейв тут не особо-то и поможет, если честно, потому что... а потом Акс будет рубать. Ну, во-первых, да, вот я не совсем поэтому имел в виду, что Грейв не поможет, но, да, на Лейне просто там, если в тебя голубя кидает Sky Mag, а ты под этим Грейвом, то есть, если ты от этого голубя убегаешь, то Грейв у тебя кончается, голубь тебя настигает, ты умираешь. Если ты бежишь, чтобы его впитать, то ты далеко не убегаешь, тебя просто руками давают. Ну, в принципе, даже вот в любых ситуациях там Грейв на третьем левеле не берут. Сейчас на Дазлах стараются брать два Shadow Wave'а. И вообще, в целом, играя против Акса, возможно, мы даже увидим такую ситуацию, когда Мипошка не будет качать Грейв там в... больше там, чем в два, допустим, будет Poison Touch брать, потому что это хоть какая-то польза против Акса. Какой смысл максить Грейв, если Акс Грейв любого уровня прорубает своим калин-плейдом? Вот так иногда действительно поступают на Дазлах, но это очень сильно ограничивает функционал этого героя. Им становится невероятно сложно играть. Так-то ты сзади стоишь, там Shadow Wave кинул, Грейв повесил, все, ты уже полезен. А тебе приходится подходить там близко, кидать Poison Touch, а у Дазлах мало ХП, в него сразу влетают, его сразу убивают. Короче, сплошные проблемы. Акс был действительно кстати здесь. Ты следил на Веск за командой For the Mother Russia? Там декод катал. Кто там катал? Ну, год, команда, которая была на Веск. А, нет, не следил, к сожалению, не следил. Интересно, я как бы смотрел, но я там больше за одежды смотрел, и могу припомнить, на кто там год исполнял в последней катке. Ну ладно, в принципе, не суть. В любом случае, там они проиграли, хотя многие надежду свою на команду эту уложили. Очень опасный момент будет где-то после десятой минуты, где-то вот после десятой минуты, когда у Бэтрайдера уже там транквилы с барабанами будут или он не будет транквилы покупать, но сейчас посмотрим. в общем, там какие-то драмы, левел более-менее, сносный, афоник же появится. Когда у Акса появится первый вот артефакт, какой-то, блин, допустим, то будет очень сложно, потому что к тому моменту год наверняка радианса не сделает, ему еще нужно будет пофармить, чтобы этот радианс приобрести, а вот команда Power Rangers уже будет, так сказать, во всеоружии. Посмотри, как они агрессивно играют. Там 10 стиков, на самом-то деле, тяжеловато он дается, если он не даст здесь. Ну, его просто позвонили, как-то замедляет его паром в тот момент, когда вот как раз-таки Бэтрайдер с Аксом свои артефакты получает. Это ведь самый-самый ответственный момент, то есть, там, где-то с 13-й, потом поспили, подставь, что поджейфой, как же его развалило. Ну, это было больно. Да, сейчас, наверное, нужно провартить вот эту вот территорию ми-пошки, чтобы так вальяжно тут саппорты не гуляли, не отвлекали Сережу от фарма. Ну да, пожалуй, стоит измоняться. Кстати, что у нас у Алохи? Седьмой левел уже поднял себя 46 на 12 скрипстат, есть один фраг, и он уже смещается на свой изи-лейн. Да, вот прогнали Луну, Луну, то есть, видишь, пофармила, пофармила, получила свой седьмой уровень и сразу же пошла на бот. Потому что, ну, на топе, когда у соперника тоже кое-какой левел появляется, стоять становится очень сложно, саппорты уже не могут 24 часа в сутки тебя охранять здесь, и тебе лучше просто пойти на бот и пофармить. Там, курьера пытается подрезать Ифа-нинджа, но у него ничего не получается. В спину сейчас, правда, могут к Ифа-нинджа зайти, и, скорее всего, убьют его, потому что пути к отступлению у него отрезаны, файрфлай кончается. Будут ли сейф-тп какие-то? Ну, есть там барабан, если далеко я зашел уже, и тяжеловато было бы его там пробивать. Ну, бояться, бояться, ребята, да, действительно, что там какие-то сейф-тпшки будут. Снизу решили подпушить у нас пауэрэджерс, подходит к вышке, полетели там по гостику хоть неконьку голуби, заряжая сверху еще у нас и оракл, но отогнали далеко. Еще один бим закидывать не стали. Там и рейндропы есть, так что не особо и продамажить получилось. Ну, эмпайра, в принципе, выгодно будет разменяться вышками, но, скорее всего, они на топе могут и не поломать табирок. Или его уже нечем дефать, бэтрайдер отошел, телепорты, скорее всего, не успеют сделать пауэры туда, поэтому это будет размен вышками. Там еще и гостик пески вкачал, встал туда и мешает ломать эту вышку. У него еще и глиф есть. слушай, может быть, даже эмпайр еще пролетят как-то, подефают. Ну, это так редко у нас качаются сэнкинги песочки, что команда противника даже и не купила никакой просветочки для этого. Ну, очень ситуативный скил. Ну, да. Если ты не доминируешь, то, может быть, есть смысл взять действительно песок для того, чтобы хоть какой-то эскейп иметь или вот таким вот образом мешать ломать вышку. В итоге получилось то, что эмпайр на топе вышку сломали, а на боте засейвили. В действительности их устраивал бы размен, то есть им нужно было размениваться, они не могут дефать эту вышку нормально пока что. Пока у Дизраптора нет шестого левела, а вот у Укингера шестой левел появился, кстати говоря, даже без книжки. То есть он книжку не покупал, она еще не заспавнилась. Можно ее отдать Дазлу таким образом. Смешаются по Нинжи, но на самом деле там Варк стоял уже и это было все видно. Так что просто отогнал в итоге отсюда Лоджой Гостика и вышку просто уронили у нас. Поврыш, но на самом деле очень много времени на это ушло. Еще и смещение мидера. Это потребовалось. Да, Нага уже можно сказать там чуть меньше половины своего Сакер Дрелика нафармила. Где-то треть Радианса это. И близится тот момент, когда ОПР будет уже не так просто играть против этой Наги. Мы видим то, что еще Акс у нас пытается приобрести вангвард первым слотом, что, конечно же, в общем-то, приемлемо, потому что, ну, как играть? Аксом очень тяжело без вангварда играть, у тебя мало ХП, ты вроде бы вылетаешь там в троих, в четырех юзаешь Берсеркер Скол, но в тебя все равно там очень больно бьют даже под этим. Ну, или там ты влетел, допустим, в двоих, как обычно бывает, у тебя там три других игрока скиллами закидали, и у тебя нет ХП, ты в итоге очень быстро умираешь. Поэтому надо все-таки вангвард приобретать, но тут, может быть, был бы смысл действительно первым слотом и на блин купить, потому что вроде бы как и есть Оракл, который подсейвит, а потом уже пытаться зарашить как-то своего оппонента за счет там спушенных вышек и вражеского леса, который ты будешь проформулировать, уже как-то пытаться выйти вангвард. Нашли Бигнума, или, наверное, боятся имперцы, разбегаются, чеширский кот пока что стоит в миде, получая там экспу, золото, пока что. Удается ему это делать. Но у Empire все очень хорошо. Кого-то найти, пытаюсь кого-то найти на Транквилак, там он немножко быстро вмещается, но не дается ему здесь никто под фраг. Так что, пожалуй, бы стоило пойти и подфармить. На Руи империи есть. И закупаться нужно уже. У Empire есть там небольшие ауты на победу в драке, если хорошо ультанет Кенгер. Если поймают Луну, не дадут ей скастовать Эклипс и желательно еще Ораклу тоже не дать как-то ультануть, тогда, может быть, там с Рейзером ребята действительно хорошо поборются. У Алоха Дэнс очень мощный уровень сейчас, он девятый получит. Вот, есть Драгон Лэнс, рейндж-атаки тоже хороший. Но пока имперцы никуда не спешат, они знают, что в общем-то лейт за ними. Скорее всего, если они так будут продолжать потом фармить в мидгейме. Там на топе, кстати, нападают на Гадема. Но Гадем здесь, скорее всего, погиб. Ну, тут вообще без шанса не хотят обоисть. Слишком уж много на него напала героев. Хотя, Стифи проел и, в принципе, есть у него там рейндж-дроп, но нет, Глимс уже прокачан на 3. И его возвращают и убивают. Да, вот в этой ситуации, конечно, можно сказать, то, что погиб саппорт. Вроде бы, никакой ценности особой он не несет для команды Empire, но ценность этого саппорта сейчас в том, что ты ослабляешь потенциальную агрессию вражеской команды. Это не казалось бы могли нашего пониженного с инвизием. Акс рядышком, ну, если в принципе, Грейп прожал, но уй, сорян, это Акс. И поливать на твой Грейп. Да. И вот сейчас, кстати говоря, могут поймать нас так. Сейчас, если замсить Аксу, пошел у нас сюда еще ультимейтер, целых два. Ну и что-то верну. Ну, еще и суват Наги. Ну и, по всей видимости, просто отступят отсюда вам у нас имперцы. Так вот, сложно отступают у нас неплохо, в принципе. Да, отлично. Опять-таки, поменяли саппорта на Акса, выиграли время для Рейзера, который фармил лес, выиграли время для Наги Сирены, который сейчас еще немножко пофармит, пока Акс в таверне. И вот уже Сакртреллик подъедет. Потом-то будет тяжеловато с этой Нагой справляться. Героев нету, которые бы быстро эти иллюзии убивали. Ну, там уже такие, я имею в виду, иллюзии уже более-менее раскачаны. Хотя бы с мантой. Запрестный будет и там, проблемкой. Кстати, снова у нас мипошка подставился, и он не увязается. Есть, конечно, у него Грей пошел Глимс, хотят. Хотелся надежды, пытаться разъезжать. Есть или порт, понятное дело, там, если будет оставать его. Мипошка пока лишь время выигрывает. Далеко оттянул, но, увы, темы тут никак не могут помочь ему. Вреди не помочь, а вот разменять его. Я смотрю, у Гостика уже денежка там появилась на блинг. Он пока что не покупая этого, не приобретает, чтобы не палить, наверное. Но блинг, я думаю, здесь было бы намного важнее, там, нежели, чем аганим какой-то. Иногда на санкинге первым слотом аганим делают, когда прям совсем все хорошо, и тогда блинг может не обязательно покупать, когда у тебя броу-страйк такой большой ренж имеет. Но в данной ситуации ты играешь от защиты, и в такой момент лучше все-таки блинг приобрести сразу, чем в какую-то долгосрочную перспективу смотреть, когда у тебя гоним может появиться. Вышли же битая, и Афонин же отставился здесь в итоге. Ну, понятное дело, это минус, и порты не касаются, так что еще и вышка упадет сверху к мидеру вражеской команды. Хотя подходит, в принципе, у нас на кинге нападают, ну и корольный ренант в таверну, вышка пала, вышка, ребята у нас Алоха, ну и нужно бы отступить. И, в принципе, размен будет, конечно же, в плюс для Империи. Утимейт пошел отбиг, ну а, ребята, плохо Алоха, Алоха у нас пока подгрейвом, Макса рядышком нет, так что Алоха пытается жить и отличный подков за это время у нас под джейфо. Джейфо в таверну, ну а Алоха не погибает и очень битый уходит в сторону своей базы. Вот конкретно в этом моменте, мне кажется, ПР и проиграли игру. Уж простите меня за категоричность, но я от своих слов пока что отказываться не собираюсь. И там с 11 по 15-16 минуту, когда они могли вот так вот ходить и убивать Империю, пока Нага Сирена не особо сильна, они, в общем-то, упустили темп игры, который, они упустили темп, который они должны были задавать. И в итоге сейчас у Наги появится Радианс, на топе стоит Тирадиент, вышка, и это тоже очень плохо. Рейзер уже такую боевую достаточно, боевой заряд имеет, у него все-таки Нетворс не намного хуже там, чем у Луны какой-то, да. И в целом ПР, ну у них еще естественно шансов много, всегда можно ошибиться, но Империя, если продолжит настолько грамотно играть, то у них уже достаточно серьезно шансы на победу повышаются при таком исполнении с таким пиком. Батрайдер Блинк покупает. Да, как раз купил Блинк сначала на базе, потом продал и решил закупиться. Вот. И у Акса тоже Блинк сейчас есть. У Акса тоже сейчас есть. Блинк, когда Нага покупает Радианс, это не значит, что все, ты уже проиграл, она просто начинает очень быстро фармить. Ее по-прежнему можно попытаться найти и убить. Тем временем Эмпайр делают вылазку в смолке находят Оракла и убивают его. В Тонке далеко Оракл находился. Учитывая то, что там вышка уже упала и что там делал неясно. Как бы ворду у него нет, то есть он не вордить шел. Просто, просто загулял. Верхнюю башню силы Тима не атакуют. Ну, где-то пытается взлать и салатить, как он не получается. В итоге никто сюда уже согрелся, чтобы вышку дефать. Да, слишком, слишком тяжело было бы дефать эту вышку, когда имперцы уже там прокликали два блинка. На Батрайд там было очень не видно, он там был в смаках с базы выходил. Да, нарезка чеширский кот, чеширский кот, если свой блинк не палил, это, конечно, хорошо, но я думаю, там не дурачки играют, прекрасно понимают, что Акс все это время фармил. За 17 минут блинк он должен вытащить, сюда сейчас делает телепорт чеширский кот, буду его принимать. Токен сам принимает там Микошка, но Микошка будет дежив, потому что клипсует Кенгер. Отсюда в Акс, но и с этой дели без Акса здесь ничего не сделать, хотя там спину. Центринг заходил, мы его подловили и отправили таверну. Ну, вышка пала, снова вышка для разора, посвели Кенгера. Кенгер подопал, отличная бочка, ну и Кенгер здесь должен тоже погибать. А сверху еще Фонич, ныряет за Микошкой, Грис пошел на фантоделье Микошки, должны где-то размять, повесим в него Эншин Сил, да, добивают еще и Климс сверху от Бигдума, ну и в итоге минус 3. Герои команды Эмпайр, правда, забрали не вышку, ну и Нага у нас там подняла теперь у меня в принципе Радианс. Да, пытался я год как-то помешать иллюзиями своим оппонентам, чтобы они саппортов его не убивали, но там, конечно, пока что слишком, ну, иллюзия слабая, она быстро умирает. Как там поставился так, джойстик, ну, как-то пытался выйти в спину, приволоку могут быть проблемы, нету здесь мужа пленка имеется, обрывается на лоху, у нас там еще и кури подлетает к нему, ну и Акс решил за прем побегать, побегать и его заклюблений, но понимаешь, что лучше убить а лоху, чтобы в принципе верно, там все-таки еще и стрим у него был. К большому сожалению Илье тут слишком много магического урона и пюр урона, то есть там был бы в основном физический рон, он бы, наверное, бы выжил у него там брони вроде, так не так уж и мало он бы убегал, но его просто сожгли, закрутили и пришлось ему отправиться в таверну. Тяжеловато пока что приходится. в такие моменты, когда ты вот один стоишь. Так вот интересный билд у Алохи, то есть такой статовый, то есть и Саша Яша, и Драголэнс, и Аквила, и Мэджик Вонт. Ну он прекрасно понимает, что пока его Нага не нафармила, он главный претендент, скажем так, на то, чтобы как-то справляться с оппонентом, потому что если не Рейзер, то кто тогда в данной ситуации? Можно, конечно, эпицентр в пятерых скастовать, но вероятность этого крайне мала, скажем так. Луна, кстати, неплохо пармит с Драгон Лэнсом, с Яшей быстро перемещается Бигнум по карте. Ну, посмотрим. На самом-то деле, Луна, если будет действительно плотно, она просто через атаку будет справляться. То есть, задача команды Empire сейчас не подпустить своего оппонента к вышкам. Как-то стараться засплитовывать их, заставлять их постоянно возвращаться на Т2, там, дефать эти вышки. Ну, или, по крайней мере, размениваться. То есть, если ПРФ пятером идут забирать у тебя вышку, ты должен у них какую-то хотя бы одну-другую вышку отнять. Ну, или там профармить два других лайна и накоцать вышку, заставить кого-то стянуться, ну и так далее. То есть, это стандартные такие классические приемы сплитпуша. Вот, и если Эмпайр будут как-то ошибаться сейчас, то есть, подпускать Т2, ну, в принципе, Эмпошка не страшно потерять, потому что там дешевый фраг, да, была такая, как бы, например, атаки уже в двух имперцев. Тем более, он уже приобрел гемм, если мне... Ой-ой, что-то врывается у нас через кота и Гадема, когда ему поставить помочь в Лос-Промисо, через шестерский код, пока что в ультимейты. Вот, Кингерон, ну, еще и сверху Оракл расставался и пробивает его через Глинт, пошел еще и Сайланс, шестерский код очень битый, Блинк, в принципе, у него откатился, ну, и собьют и по таймингу, да, сбивают, ну, и, в принципе, минус акс. Очень красиво тут сыграли имперцы, хорошая реализация сна, Сирены не... поскупился год прийти и помочь своей команде, кстати говоря. Любая другая нага бы, наверное, сейчас бы фармила бы лес. Какой-нибудь Тетра на Ленви. Наверное, он бы профармил сейчас вот эти вот точечки, вот эти вот, ну, да, которые там есть. Вероятность крайне высока такого, такого его варианта. Ну, кстати, там у Афа-Нинджи уже безо-форстав, и, кстати, барабан он потратил уже все, так что он весьма активно принимал участие. Ну, вот сейчас немножко неприятный момент для Empire будет, подходит вражеская команда к Т2-вышке, старается как-то аккуратненько, иллюзиями год, чтобы их моментально не убили, как-то разводят их. Залетает с тыла Афа-Нинджи, но год понимает, что его могут поймать, поэтому отступает. Тем временем, Алоха-Дэнс пропушил мид, гости кушет топ, и, да, эту вышку, скорее всего, придется отдать, но в целом хоть что-то Empire на других частях карты получают. Ну, вот с этим ловить по-неплохо себя чувствует по Нетворсам, мне уже почти 12 тысяч, и она все еще переезжает. На, кстати, там у нас кого-то цепанули, по всей видимости. Гостик очень битый, возвращает на Климсе у нас Генгер. Ну и Гостик от Кавс, да ладно, жить будет, но нет, так все же допалил его. Контр Келликс, а макроси будет по Алохе, Алоха, добивается бэтрайдером, ну и сам воюет, конечно, он очень статовый, очень такой толстый. В общем, воюет весьма неплохо, но пришел, правда, сюда Бигнум, Бигнум расставился свой ультимейт, Алоха Дэнс очень битый, но Глемсонули еще и отсюда Лунуну все же Гадем справляется здесь с Алоха и Алоха в таверну, Гадем. Но он таки битый, Кингер пошел до конца, хочет все-таки фраг здесь оформить, ну и повесил все-таки Сандер Страйк, так что Скаю здесь никак не пережить. Ну и вот таки размет получается 3 в 2. Да, Ренат, конечно, просто в Соливарне тут, по-моему, сейчас пейеров убил. Его рассказ, то есть как он Глемсонул Акса, как он там красиво Кинетик поставил и в дальнейшем просто как он себя в драке вел, позволил Алоха Дэнс наносить урон и убить Акса, Бэтрайдера и в конце концов еще и забрали Гадема. Очень красиво здесь Ренат сыграл. Ну, Кингер это известный игрок на Дизрапторе, известный игрок на Рубике. Я думаю, что уже все наслышаны о его подвигах на этих персонажах. Да, там очень на Шадоу Деване весьма неплохо исполнял. Я там помню был матч, когда он название катал у Элеменцев. Ну, там буквально за пару дней до расформирования команды хорош, конечно, на этих героях. Травала появляются у Рейзера. Вот артефакты для сплитпуша очень сильные. Сейчас еще какой-нибудь Блэк Кингбар появится у Алохи и с ним уже будет очень тяжело справиться. С ним и так-то непросто сейчас. С Блэк Кингбаром Алохо Дэнс будет еще плотнее. Иллюзии Наги начинают фармиться больше, больше и больше. Появляется Яша года. Там пытался выйти на Алохо не получилось. Там на Блинке на Форстафен чуть-чуть не доехал. Все же Алохо уж слишком быстрый. Потей под траволами. Позволь, позволю себе еще такое теоретическое высказывание одно. Когда вот на Наги серии не играешь, нужно стараться, ну, это не обязательно, но нужно стараться фармить еще и вражески лес. И желательно оставлять свой. То есть, если у тебя получается фармить вражески лес и ты отдаешь там своим либо Корам, либо каким-то саппортом, которые могут подфармить свой лес, то это намного лучше, нежели чем ты просто будешь, знаешь, иллюзиями там по всем крипам водить и все убивать. Потому что, когда фармит Нага, обычно не фармит больше никто. Ну, или там Кэрри твой еще может пофармить, а там саппорты, они, как правило, нищие, там другие какие-то, там, хардлейнер твой тоже может. Ему фарма не будет доставаться, если он еще и фармит медленно, то можно и забыть о каких-то крипах. Вот, но если ты фармишь вражеский лес, преимущественно, ты еще и у соперников фарм отбираешь и своим саппортом оставляешь. Это вот вообще прям вершина мастерства игры на Наге Сирене. Ну и на алхимиках, там, знаешь, на всяких таких, на террор-блейдах с радиансами и прочих. Вот выход, нашли у нас в итоге джойстика, есть джойстик. Здесь уже погибать, форстав, но не точно, неточный. Кстати, кингерон скупил себе уже бойных мистер есть уже тысяча фактически, что попытка как можно быстрее купить тебя гоним. Да, мне нравится, конечно, кингерон, так, знаешь, не скупиться на промежуточные какие-то артефакты, если у него все более-менее неплохо, так тут надо постараться кого-то поймать сейчас, но вижна нету, выбежали саппорты импайр для того, чтобы хоть кого-то там подцепить, помешать сделать топ-ауты, но ничего не вышло. Тут ждут сейчас на аморочке, ждали, когда он пошел ультимейт от Скай, и как же больно бедному Аллоге. Все-таки Эншин силы и ультимейт Скай не прощает. Лепошка, а кинул Блэд не точно, но в любом случае бывает, вот там голуби, так что это минус 2. Герои еще сверху империи. Грубоватая ошибка от импайр, грубоватая. Думали, что отступили уже ПР, но не тут-то было. Да, когда с засадом. Это называется План Гора. Да. Когда ты встаешь на хайграунд и ждешь своего соперника для того, чтобы он туда зашел, и ты его там принял. Прямо тебе в лапы. Хочет попытаться с Афонем сейчас использовать грамотно руну инвиза. В принципе, мне уже получалось это сделать в этой игре. Но, правда, сейчас рядом никого нет из оппонентов. Да, кстати, не забываем о том, что иллюзии года способны разрушать варды. Он старается еще и чекать какие-то тривиальные места, которые вардят обычно саппорты для того, чтобы оставлять оппонента без вижена. Тоже вот ранний гем от команды импайр. Чтобы, опять-таки, сплитпушить было просто. Когда ты оставляешь своего соперника без вижена, ты не даешь ему грамотно ловить тебя на этих сплитпушах, потому что он видит там какая-то иллюзия наги там толкает линию. Он вроде бы хочет туда пойти что-то забрать, а он не знает, стоят за этой иллюзией люди или это вообще не иллюзия, или это настоящая нага. Допустим, если она не палец, не юзает скиллы. В общем, сложно становится очень играть без вижена. Но это вроде бы и так понятно. Ну да, что у нас пауза? Пауза. Пауза и купить. Теперь у нас уже даже без объяснения и пока не интересно, насколько. Ну давайте посмотрим, что у нас по айтемам имеется. Вот Sky у нас Форст Тафф себе уже закупил, есть также у него Вейл, ну вот Глимер Оракла мы уже видели. Луна, да, решил купить себе бабочку. Ну и, кстати, бабочка будет уже очень скоро, остался лишь один талисман себе прикупить у ворота и уже будет готов. Да, бабочка будет очень хороша здесь, потому что манки Кингбары Эмпайр себе не скоро приобретут, а если Луну будет тяжеловато убить под Батерпляем, то она может просто поломать тебе там Т3 и потом бараки все тебе поломает. Ну, кстати, смотри, не хотят у нас ПРС покупать себе БКБ, ну чтобы не было ситуации, когда она прожимает сону и все месят как бы одного под БКБ. То есть, возможно, ждут как бы ситуации, когда, ну, сразу 3 кора купит БКБ в квотофайте, чтобы прогадать. Тут, может быть, даже нисколько в этом дело. Да, это, конечно, неприятно, когда ты один нажимаешь БКБ, а тебя в пятером месят, но с практической точки зрения, как правило, ну, такое редко когда бывает, потому что тут либо, какая ситуация вообще возможна, либо ПРы настигают своего соперника, атакуют первыми, да, там, нападает Бэтрайдер, жмет лассо, утаскивает там нагу и там ее за Берсеркерскую убивают или еще кого-то, когда команда Эмпайр не в пятером. Либо Эмпайр, наоборот, там, какого-то отбившегося от стаи, там, Скайвер Смейджи глимсует обратно, его разбирают. Тут БКБ еще нельзя покупать, ну, это, конечно, тоже верно, что если ты под ультой Наги Сирены один в БКБ стоишь и тебя в пятером лупасят ногами, это мало чего приятного есть, но если ты покупаешь БКБ, то ты не покупаешь никаких артефактов для того, чтобы фармить, а Нага Сирена фармит очень сильно, и заканчивать ПРы, ну, они не могут сию же секунду пойти и закончить эту игру, то есть купил БКБ, пошел поломал, то есть тут так не выйдет, поэтому надо брать вот именно Баттерфляй, чтобы быстрее, опять-таки, перемещаться по карте, больше был дэмэдж, крипов быстрее убивать и вот тому подобное и так далее. БКБшки тут будут, если игра затянется действительно долго, как ты верно сказал, да, там, три кора купить себе БКБ, потому что без них никак, ну, как ты прилетаешь Баттерфляй, цепляешь какого-то героя, используется Сон Сирены, и ты не смог синициировать, то же самое на Аксе, то же самое на Луне, вот, поэтому БКБшки будут, но важно еще понимать, что прям вот первым слотом БКБ купить, это в очень больших случаях ошибка, в очень больших случаях ошибка, да и к тому же минус БКБ первым слотом в том, что спустя там 10 минут, она у тебя будет 5 секунд, а оппонент купит его последним слотом, у него будет 10 секунд, и это очень большая разница, ну да, в принципе, так оно и есть, ну, кстати, джейфон сам завардил, правда, вот иллюзия Найки подходит, которая с гемом, так что джейфон немножко в опасности здесь оказался, но тиммейт рядом форстов, и, в принципе, еще один форстов сверху, в итоге там вот, по максимуму сейвят, тут уже иллюзии проблемы доставляют команде, не так он просто их пробивает так, для подсейва своего суппорта, там травола, юзаются атак сачерский, код решил сместиться на линию, но правда это, ну, для фрага не получится, потому что, там, во-первых, была лоха, который очень быстро, у него там 5-2-1 МС, еще и так вот, прям под крипами ты пешится, практически максимальная скорость перемещения в Аллахо Деносе, вот очень такая быстрая получается, ну, у него яши, ну, задом, как бы, пассивка дает мувспид, у него еще и травола куплены, то есть, невероятно быстро, перемещается, много сирену, тоже быстрый, быстрый герой, траволами, таки быстрые, там и луна, довольно-таки быстро носит, да и бет райдер, с траволами, барабанами, тоже весьма быстрый, таких медленных товарищей не присутствует, именно на корах, да, году тут на самом-то деле еще фармить и фармить, а что там ошибок еще могут допустить, на Аллахо выйти, Аллахо, Аллахо без крипов, его без своих крипов тяжело, а, вот так вот, Enchenseal все-таки и Mistic Flair справляются с ним, такое мы уже видели, да, если бы тут его еще собственные крипы бы находились, Axe бы его согрел, он, и может быть даже без этого Enchenseal бы его забрали, ну, понятное дело, что его все равно бы проюзали, но когда ты вот так вот без крипов стоишь, ты можешь быть спокоен с той точки зрения, что в соло тебя Axe никак не убивает, гостик тут создает пространство, Чешир, сбивает ТП Чеширскому коту, кстати говоря, очень важный момент, Чеширский кот очень, очень тяжеловаться с ним, винаться, кстати, у нас уже 30 минут времени прошло, а Рошан все еще не падал, ну, в принципе, понятно почему, потому что, как бы, империи сходи на Рошана, оно такое, а если там идут Перы, там, как бы, сон, эпицентр, статик шторм сверху, пока ты бьешь, Рошана, тебе-то два поломают, как-то, еще и такое, бегнув, поймали через сон, а рядом, у нас там, J4, J4 рядом, если будет, в доме, сейчас выйду на бегнув, а так, но подсевили, ну, и, слишком мало сил, бросили на это убийство, в итоге, гостик получил, как же это бой, подождет силам, и, Таверн, блядь, у нас, тут такие гости, Каллокаденс, тоже минус, ну, и, а, Разор тут вообще, как-то так странно оказался, пошел вперед в своем ММСе, но, как мы видим, было это ошибкой, и, у нас попытка догнать Кенгера, Кенгер откидывается, пока Сандерстрайком, а по ним же очень битый, заткил зашел неплохой, кстати, Сандерстрайк сейчас будет еще один заюзан, но, не добьет его, в том случае, хп очень мало, и еще, дальше гонит, прям аж туда вглубь, базы Кенгера поцепили, Акс рядышком, понимаешь, игрок кидать смысла нет, ну, и еще минус, один герой у команды, империи, да, очень грубая ошибка, может выкупиться СК, но у него нету эпицентра, не хочется этого делать, старается, Нага Сирена, как-то вот, иллюзиями, толкнуть линию обратно, но вот, использовали свое право на ошибку, такую грубую сейчас имперцы, если они еще одну такую допустят, вполне могут проиграть эту игру, следует быть аккуратней, но, чем была мотивирована эта атака, ребята из Empire прекрасно понимали, что они сбили телепорт Аксу, и у него он пока что был в кулдауне, то есть он не смог бы подойти, и когда они увидели луну, они решили, что все, это луна наша, там подошла Нага, заюзала сон, и все в эту луну там скинули, но в итоге вовремя Oracle дал ультимейт, конечно, глупо было надеяться на то, что Oracle не даст этот ультимейт, но, в общем-то, мотив был вполне понятен и тривиален, только вот они немножечко недооценили своего оппонента, или переоценили свои собственные силы, тут уж кому как нравится. Ну да, напали вдвоем получается, и потом была попытка, как бы догнать, добить, и в итоге подошел, ну, довольно далеко у нас гости, который получил лишнюю силы, получил довольно-таки много урона, под сверху дошел еще Алоха, который, ну, просто вот на Месси примчался, под основные, что делать, кого убивать, а в итоге просто на контратаке убили его. Кстати, года поцепили, отличный был, в принципе, сейчас вместе Клэр, правда был форс-тап, взаимно года для пациентов, Чешуский Клэр еще убит, пытается уйти, еще не форс-тап, ну, и Чешуский Клэр здесь погибает, ну, в итоге, у нас ПР так напали, но, немножко, недооценили оппонента, не хватило там урона, но я, я, если бы у пациентов в виде форс-тапа. Да, вот пришлось, конечно, имперцам забрать Даззла, я думаю, что если бы у них был бы выбор, они бы все-таки сделали его в пользу Оракла, сейчас Оракл, это намного более лучший герой, или так нельзя сказать, намного лучше, нежели чем Даззл, вот, так будет по-русски, ну да, потому что, ну потому что он просто-напросто более функционален, он и в атаке намного лучше Даззла, и в защите намного лучше Даззла, и там, в целом, как какой-то там дизейблер, то есть у Даззла дизейбл появляется, когда он какой-то чудовищный уровень, получая там 14, да, когда у него поизон тач в 4, он может неплохо дизейблить, а Оракл может неплохо дизейблить уже там с третьего уровня, когда надо дизарм, например, кому-то кинуть, фейт с Эдиктом, или наоборот засейвить этим фейтс Эдиктом своего тиммеда. Ну, в общем, грамотная игра на Оракле, она востребована сегодня в Доте, то есть если ты очень крутой Оракл, то ты будешь побеждать. Очень много полезного ты делаешь для своей команды, если все делаешь правильно. Ну, и, кстати, вот по поводу стиля игры, то есть у нас всегда, когда год играл в команде, играли как бы на него, то есть были как годолюбы, и у нас, получается, как бы ничего не изменилось. Отчасти. Ну, пытался, просто подобная стратегия, да, была риска. Посмотрится, как у нас будет имперцы играть. В целом, я тебе так могу сказать, очень тяжело хорошую там статистику и хороший импакт в игру вносить с мидером, если против тебя четверо стоят на центре, а ты один. Ну, и при этом, да, при этом ты там другие какие-то лейны не выигрыш. Рошана там, ПР пытается забрать. Во-первых, был варт, так было иллюзия, так что, ну, ПР должны понимать, что имперцы понимают, где они, ну, комбинат как бы ясна, то есть как бы сон, рассказ, все дела. И нужно как-то тут у нас батрайдера забрали. Это тоже грубая, очень грубая ошибка. Сейчас у команды ПР. У батрайдера был гем, и теперь... Да, батрайдер был гем. Неприятный момент будет. Причем это тот гем, который ми-пошка когда-то купил. Ну, да, там иллюзии заспавнились, вы халява. Хочется очень подобрать их, конечно, но заходить туда очень опасно. Или год? Год, а не успел. Мог бы прожать сон и попытаться забрать иллюзии, и опять-таки, этими иллюзиями. Руны иллюзии, это чудовищное оружие в руках ноги сирены. Они очень долго длятся, а Родиан сжжет не менее слабо по понятным причинам. Разбили еще и вард, стараются лишать соперника вижена. Есть какое-то время для того, чтобы сплетануть топ-мид, пока нету батрайдера. Надо как-то рассасываться по карте сейчас имперсом, потому что Рошана вряд ли пойдут поэра забирать, когда у них нету одного игрока, тем более ключевого, да, такого как батрайдер. Поэтому надо использовать это и фармить, 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 фармить. Алоха Дэнс, наверное, еще какую-то керасу себе захочет приобрести. БКБ он купил, а может быть какие-то статы захочет. Просто чтоб его за Берсеркер Скол плюс ультимейт не убивали. На этот раз Алоха Дэнс успевает прожить Блокинг Бар. И ребята в рассыпную просто пускаются. Сам Алоха Дэнс тоже спасается. Только купил недавно. У меня там в прошлый момент и не было. Ну, я к тому, что все прошлые разы Алоха Дэнс умирал потому, что его агрил Акс до того, как он нажимал БКБ. Ну, то есть у него тогда еще его и не было. Вот. А здесь Алоха Дэнс понимал, что на него могут влететь, поэтому он держал вот прям, знаешь, руку на том бинде, который отвечает за БКБ. И как только он увидел этого Акса влетающего, он сразу же прожил БКБ и в итоге выжил. То есть тут его, наверное, даже бы и не убили. Может быть, если бы он его не прожил бы сразу. Потому что Скаймага не было рядом. Но проверять это не хотелось. Ну, кстати, у нас там появился Аганим и Кингера. И вот пытаются у нас сейчас такую занять позицию, чтобы прожать смоки имперции. Камбэк. Кстати, вот графики я как-то даже и не открывал на протяжении 35 минут особо, потому что у нас так более-менее все равно. Ну и на самом деле там преимущество с заплэрами ну, небольшое. Там почти 6000 голды и по экспеди 12000. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут могли Бигнума очень серьезно сейчас напрячь. Оракла не было рядом. Если бы заультил Кингер, запер бы его в Кинетик Филд, то это был бы фраг, скорее всего. Смоук прожимает Эмпайр, чем в этот момент занимаются Пээры. Ну вот, пришли прямо-то по прямой и обигнувшись просто АВК. Байтят на луну. Ну да, пошел сон. Бэтрэд влетел. Надо найти Оракла. Надо найти Оракла. Обязательно. Оракл там немножко подслипали, но Оракл, в принципе, рядышком и будет сейд, понятное дело. Раз, как-то по Бигнуму. Бигнум. Пока воюют, пытаются, кстати, против него как-то там. Надамажить в Фэллс Промис. Ну, такой, на самом деле. Продамажили не особо-то сильно, потому что там есть сверху щасаник, он сразу отхилится. Акс рвается на Алоха Дэнса. Алоха Дэнс, довольно-таки в силу пробивает его Аксевич. Аксевич пока прожимает, что его не глюнули на ГДМСе. Выдоке минус 2 уже у Империи. Кингерам выезжает, ну и Кингера здесь тоже, наверное, добивать. Да, Кингер тоже минус, Килланд Глейд, но и с полкой лоска не удалось у Империи. Да, сейчас они потеряют две стороны. Лиф уже есть, но, увы, там Д3 упала и, понятное дело, байкбэк там еще нет у Симкингаун, там байкбэклса. Ну, краски 6 минут назад, но все равно денег не хватает ему. И сторона падает очень быстро, под луной, все же Глоевые базу не прощают. Да, когда не получился атака, вроде бы... Надо было искать Оракла. За время сна надо было найти Оракла и задезеблить его. Ну, то есть, ультануть Дезраптору, наверное, следовало бы в Луну, действительно. Но Оракла надо было находить и дезеблить. Нет, все-таки вторую сторону не забрали, Пайера. Вот уже две искать достаточно грубых ошибки допустили Эмпайр за эти 37 минут. Пайера пока что только одну допустили, такую достаточно грубую Эмпайр уже две грубых ошибки допустили и когда они допустят третью, они уже действительно могут в очень серьезный просаг попасть. Опять иллюзии заспамнились. Кстати. Я так не замечаю, что прям проблемы с запушиванием линии. Создавал Гот, то ли слишком хорошо играть Пайеры и пацанат пушивает, то ли вот Гот не все... сейчас может быть очень сочный ультимейт от Безратора. неплохо нападают. Там по троим можно закинуть, хотя бы по двоим пошел под Копщик. Джейк Фо, Джейк Фо довольно-таки неприятно, хотя там еще Эклибер в него имеется, но проживание, кажется, него находится под ультимейтом Саганима. Чужие спорты, он пока под БКБшка, пытается сражаться, уже минус два героя сделали, про ДМКК, минус два субпорта, ну и врывается. Кот на Мепошку, Мепошка в таверну, неплохо сыграно, в принципе, бигнул посыпили через Эпицентр, бигнул неприятно, но отличный прожитый Сатаник убивает здесь голода, там еще и МКБ имеется, ну и Акс, в итоге взгляд байвбэк, ну и на самом-то деле это все снова не задалось у Империи, хотя казалось бы, сейчас выход будет просто царский. Сделали, да, такую небольшую работу над ошибками по сравнению с предыдущей дракой напали на Оракла в первую очередь. Ладно, бошнем со Скаймагом, главное Оракла было убить, вот, но Луна не дала себя в обиду. МКБшек нету, Сатаник у Бигнума имеется, поэтому он может просто стоять на месте, не боясь физического урона за счет вот того, что у него Баттерфляй имеется и Сатаником просто отжираться. Ну, кстати, у нас Бигнум очень хороший, у него 5-0-12 счет, 27 с 15 тысяч нетворца, байбэк от года, а успеет ли он? На Крепо прилетел, Ак, пытаюсь, разки подогреть время, но в самом деле времени-то выиграли. Вот пришел, справится ли он с Бигнумом, делает еще один минус, баттеряна тоже делает минус, БКБ от Алохи, нападение на Бигнума, если он нанял сеточку, есть у него Сатаник, прожимает в итоге бабушки, пытается просто на МС отсюда выйти, Акс ворвался на Алоху, Алоху наверно, Алоху без байбэка, ну и год в опасности после байбэка, он здесь никак не выживает, ну да, пытался, пытался прожать СОН, но МКБ вылетало, ГГ, тут уже ничего не сделать. Да, если за 70 секунд все-таки успеет ПР поломать линию еще и Трон, то здесь уже имперцы проиграли, да скорее всего, я сейчас даже сами напишу, ГГ, МПШК, можно идти просматриваться. Нет минуту, у нас Наги, Алохи тоже нет очень долго, еще и минус, МИПШК, все в таверне, ну и просто в трон. Да, просто в трон. Идут ПРМ, молодцы, великолепно сыграли, пусть и проявили себя немножечко пассивно, там, в early-mid-game поздно приобрели блинки, но вот череда тех ошибок, которые имперцы все-таки допустили, не позволила им выиграть в этой игре, хотя я думал, что они уже тут прям практически обеспечили себе победу за счет того, что хорошо нафармил Рейзер, за счет того, что Нага быстро радианс скупила и уже можно было бы как-то там грамотно сплитпушить. Ну да, ну как тебе вообще так, первая игра перей...